Думаю Вы не раз замечали заходя в Майнкрафт, странные надписи возле логотипа. Возможно некоторые из Вас даже не обращали на них внимания. Мигают, да и пусть себе мигают, мне то что. Это так называемые сплэши. У каждой версии Майнкрафта на разных устройствах эти сплэши могут отличаться. С каждым годом их становится все больше и они стараются идти в ногу со временем. Понятное дело все в мире иногда устаревает и что-то нужно менять. Сплэши в Майнкрафте тоже меняются. Некоторые структурно, а некоторые и вовсе больше не появляются в новых версиях. Если подсчитать все сплэши во всех версиях Майнкрафта вместе с удаленными, то их количество перевалит за 400 штук. Сегодня мы посмотрим на самые интересные сплэши и попытаемся дать ответ на них. А Вы в свою очередь напишите в комментариях встречались ли Вам эти сплэши в Майнкрафте и давайте уже начинать. Привет! Меня зовут Неркин и мы начинаем открывать Майнкрафт по-новому. Вперед за истиной! Хей! Ты всегда хотел получить лицензию Майнкрафта? Ну увы, у тебя не хватало денег. Это не проблема, ведь есть мой магазин аккаунтов nerkinshops.ru. Здесь Вы найдете три типа Майнкрафта. Это стандартный, премиум и с полным доступом. Сейчас действуют скидки. После покупки ты сможешь играть на своих любимых лицензированных серверах. Так же у нас есть множество способов оплаты, в общем ссылочку найдете в описании. И не отказывай себе в удовольствии, ведь можно получить так много, отдав так мало. Начнем наверное с одного довольно редкого сплэша, это точка, пати, скобки и восклицательный знак. Появилась она в версии 1.3.1 и отсылает нас к одноименной вечеринке Маркуса Персона, в честь того, что он купил себе особняк за 70 миллионов долларов. На этой вечеринке было очень много звезд, но примечательно то, что ни на одной фотографии с вечеринки нет у его команды. Вот такие дела. Не раз в старых версиях Майнкрафта мелькала эта надпись «0% Sugar» на русском языке звучит так «Не содержит сахара», что отсылало нас к рекламным кампаниям многих пищевых продуктов. Но вот что примечательно, после выхода версии 1.9 этот сплэш заменили на «1% Sugar» что означает «Содержит 1% сахара». Ну как же я мог не подметить этот сплэш? Довольно почетно, ведь таких сплэшов в официальном Майнкрафте всего лишь 6 штук, включая сплэш «Привет Россия». Это очень интересно, ведь это единственный сплэш на русском языке в Майнкрафте. Дело в том, что все сплэши хранятся в текстовом файле minecraft.jar и отображаются на английском языке независимо от того, какой язык выбран в настройках. Их перевод возможен только с использованием русификатора. Думаю за такое разработчикам можно уже поставить лайк. Несмотря на все ссоры и споры игроков, что же лучше Майнкрафт или Террария, сами разработчики не против подстебнуть друг друга. Именно под таким предлогом подколоть разработчиков другой конкурирующей игры, 9 сентября 2011 года в Майнкрафт был добавлен новый сплэш «Also Try Terraria», что в переводе означает «Также попробуйте террарию». В Террарии все же есть подобные сплэши, но только отображаются они в рабочем окне приложения при оконном режиме. И ответ от разработчиков Террарии не заставил себя ждать. И они добавили сплэш в виде «Terraria» «Also Try Minecraft», что в переводе означает «Terraria», «Также попробуйте Майнкрафт». А если Вы хотите узнать, что же лучше Майнкрафт или Террария, то советую посмотреть видео по подсказке в правом верхнем углу. Кто-то еще помнит такую игру как Pokemon Go? Вроде бы она была очень популярна в 2016 году, если не ошибаюсь. Да ладно Вам, я тоже играл в эту игру. Прикольно, но из-за игры батарея садилась очень быстро. Ой ладно, мне просто была лень ходить искать этих покемонов. Это все сарказм. Но в одном из обновлений Pokemon Go разработчики добавили предупреждения для игроков, движущихся с высокой скоростью. «You're going too fast, Pokemon Go should not be played while driving» что в переводе «Вы двигаетесь слишком быстро. В Pokemon Go не следует играть во время вождения» эту же фразу добавили и в Майнкрафт, но немного видоизменили ее. 7 июня 2017 года свет увидел новое обновление под названием «World of Color Update» в котором добавили очень многое, но в том числе и нового моба, а именно «Попугая». На самом деле он появился еще в снэпшотах к этому обновлению, и попугая можно было приручить с помощью обычного печенья. Взрослые игроки Майнкрафта на реддите начали негодовать и просить у Можанг, чтобы они заменили печенье на зерна пшеницы. Аргументирую это тем, что молодые пользователи увидев что можно кормить птичку печеньем с шоколадом в Майнкрафте, начнут это делать в реальной жизни, хотя птицам не стоит есть много сахара. Джеб сразу же отреагировал на это сказав, что так рассуждать глупо, и изначально была отсылка к песне Нирвана Полли, где есть строчка «Крошка Полли хочет печеница», но все же под натиском фанатов в релизной версии заменили печенье на зерна пшеницы, но все же оставили возможность кормить попугаев печеньем, но после такой трапезы попугаи отравлялись и умирали. Также Джеб добавил новый сплэш «Don't fit chocolate to parrots», что означает «Не кормите попугаев шоколадом». Довольно печальный сплэш «Made by Jeb», что в переводе на русский сделано Джебом, этот сплэш был добавлен после ухода Нотча из поста главного разработчика Майнкрафта. Многие фанаты начали оскорблять Джеба и мягко говоря писать, что он врет, ибо изначально сплэш был совсем другой, а именно «Made by Notch» сделано Нотчем, что как бы на самом деле правда, ибо Нотч придумал и создал Майнкрафт. Но сам Нотч утихомирил всех фанатов, так как он сам добавил этот сплэш, и объяснил, что начиная с этой версии, главным программистом в компании становится Джеб, и к нему нет никаких претензий. Это все конечно очень печально, и можно только надеяться, что Нотч вернется в Майнкрафт, но этого скорее всего никогда не произойдет. Ух, очень длинный сплэш «This message will never appear on the splash screen, isn't that weird?», что в переводе на русский это сообщение никогда не появится на экране, странно, не правда ли? Несмотря на всю противоречивость, этот сплэш все-таки появится на экране, но с очень маленьким шансом, но самое важное — этот сплэш — единственный сплэш в Майнкрафте, который заканчивается на знак вопроса, а не на восклицательный знак. Относительно новый сплэш, который добавили в версии 1.10. Звучит он так — Boats FTV, что в переводе на русские лодки БЧВ. Само по себе слово FTV — это акроним, и скорее всего расшифровывается как Faster Than Wind — на русском быстрее чем ветер. Но что-то мне подсказывает, что тут совсем другой смысл. Ведь если прочитать слово FTV задом наперед, то получится уже совсем другой акроним. Вот уф, что звучит как «Что за фигня» переведу на русский чуть мягче, но если Вам интересно, то загуглите сами. Именно так ярко отреагировали пользователи на новые лодки, у которых есть даже весла. Благо это слово использовалось не в негативном, а в позитивном ключе, ведь лодки стали намного круче. Как по мне одна из самых тематических отсылок в Майнкрафте. Дело в том, что Splash Failing With Style, что в переводе на русский «падение с размахом», является отрывком из фразы «Это не полет, а просто падение с размахом», сказанной Вуди об Азлайтере в истории игрушек. Этот сплэш появился после того как элитры были добавлены в игру, в одном из снэпшотов. И черт побери это же гениально, ведь все люди подумали что элитры это равноценная возможность полета в Майнкрафте без читов. Хотя если подумать, то это не полет, а действительно медленное падение с размахом. Иногда в отсылках можно найти очень много скрытого подтекста. А теперь давайте поговорим про некоторые удаленные сплэши которые уже никогда не появятся в Майнкрафте, но их можно найти в старых версиях. Тоже один из печальных сплэшей в Майнкрафте является Happy Birthday EZ, что в переводе «С днем рождения ЭЗ». Многие из вас наверное не знают, но 14 августа 2011 года Маркус Пирсон женился на Элен Заттерстранд. Прожили они в браке не очень долго и уже 15 августа 2012 года в Твиттере Нотча появился твит, где сказано, что он снова холост. Это очень печально, ведь помимо этого сплэша был еще один Нотч Лау Изи, что как бы означает, что Нотч любит Эзе. Эзе как вы могли догадаться это первые буквы имени и фамилии Элен Заттерстранд. Кстати многие картины которые вы наблюдаете в Майнкрафте в частности Burning School и Pointer, это картины которые были написаны братом Эллен Кристофером Заттерстандом. Ох и трудные фамилии у шведов, ей Богу! Нотч по сей день является участником пиратской партии Швеции. Это политическая партия выступающая против существующего законодательства в области интеллектуальной собственности, патентов и копирайта. Вопреки распространенному заблуждению, партия не выступает против авторских прав вообще, а лишь хочет разрешить неограниченный некоммерческий обмен объектами авторских прав, сохраняя запрет на коммерческий. Кроме того партия выступает за защиту приватности в сети интернет и в повседневной жизни. Если перевести сплэш на русский, то получится СОПА означает неудачник по-шведски. СОПА — законопроект, согласно которому любой участник деятельности в сети интернет, начиная с провайдеров, поисковых систем и даже рекламодателей, обязан по любому обращению правообладателя прекратить предоставление услуг ресурсу, обвиняемого в пиратстве и прекратить с ним любое взаимодействие. Этот закон нарушает поправку Конституции США, вводит цензуру в интернете и ограничивает свободу слова и возможности развития интернета. Что-то знакомое, не находите? На этом все интересные удаленные сплэши в Майнкрафте заканчиваются. Вдруг, если я пропустил какой-то интересный сплэш, то напишите его в комментариях, возможно накопим на вторую часть. Да и в целом ролик подходит к концу. Надеюсь я пролил чуточку света на сплэши, на такую, как казалось на первый взгляд незаметную и не интересную штуку. Ведь как говорится хочешь спрятать хорошо, положи на самое видное место. Если хотите продолжение, то смело ставьте лайк и напишите про это в комментариях. Любите маму, ставьте лайки и оставайтесь здесь на подольше. Можете также скинуть это видео друзьям, напишите о чем вы еще хотели бы узнать и я постараюсь сделать про это видео. Не забывайте читать описание, жду от Вас подписку и включите колокольчик. Можете также нажать на ролики которые видите на экране, они тоже очень интересны. Гарантию удовольствия, если нет мы вернем Вам просмотр. А пока на этом все, меня зовут Неркин и помните что мы открываем Майнкрафт по-новому и еще услышимся. Ёбаный в рот цик я записывал. Майнкрафт по-новому и еще услышимся. Майнкрафт по-новому и еще услышимся.